Слово предоставляется Козлову Евгению Александровичу, секретарю из полкома РПК. Спасибо. Дорогие товарищи, я начну с того, что сегодня действительно два праздника. И столетие февральской революции, и международный женский день. В 17-м году они соединились. Здесь уже вспоминали одну женщину, которая не отмечала 8 марта, отмечала совсем другое, что происходило на улицах Петрограда. Я хочу вспомнить о женщине, которая активно участвовала в эти дни и в последующие дни и обеспечивала победу февральской революции на выборской стороне. Ее звали Женя Егорова. Это была секретарь Выборгского райкома большевиков. На самом деле она была из латышской семьи, бедной портнихой. Марта Элла Лепень, ее было настоящее имя. В 19 лет она вступила в большевистскую партию. Сидела в тюрьме, была в ссылке. Из Сибири она бежала по паспорту, который передала ей на имя Евгения Николаевны Егоровой, под которым она дальше и здесь боролась. Жена известного большевика Козинского, в честь которого, мы знаем, был завод в нашем городе. Так вот, именно эта Женя Егорова проводила те митинги, о которых мы говорили. Создавала отряды Красной Гвардии, вела агитацию среди солдат, о чем здесь говорила. И именно благодаря таким женщинам, которая была потом и на профсоюзной, и на партийной работе, к сожалению, трагически погибла в 1938 году и была совершена февральская революция. Теперь я хочу во второй части сказать о том, как отмечают февральскую революцию в наши дни. Уже говорилось здесь о всяких наших православных и правительственных кругах. Но вот, на прошлой неделе в Государственной Думе, господин Жюганов, я именно так его сейчас должен назвать, проводил круглый стол, либеральный февраль и пролетарский октябрь. И что же мы слышим в выступлении его и Новикова, и Бабурина, и ряда других философских докторов философских наук, что февраль это не революция, это дворцовый переворот. То есть солдаты и рабочие, которые здесь боролись, в том числе боролись за то, чтобы вопреки мнению буржуазии сохранить конституционную монархию, проливали здесь кровь, это не революция. Вообще революция это ужасно, это хаос и смута, которая была посеяна февралем. Слава Богу, Октябрьская революция установила твердую государственную власть, и этот хаос был прекращен. Но все социальное содержание революции, естественное отношение к демократическим свободам, вы понимаете, что без приказа номер один, по гарнизону сначала Петрограда, а по всей армии, без создания солдатских комитетов, без Красной Гвардии, без того, что, как говорил Ленин, Россия стала самой свободной страной в мире, рабочий класс не смог бы развернуть те силы, которые привели его потом в октябре 1917 года к победе. Но для нынешних, якобы коммунистов, это все хаос, это разрушение государственности, перед которой, независимо от классового содержания этого государства, они испытывают священный трепет. Я думаю, что если бы господин Зюганов оказался в 1917 году, перенесемся на машине времени, его бы в кадетскую партию не приняли бы, по его взглядам. В лучшем случае, в октябристы его бы записали, по его взглядам. Но я уж не говорю о всех остальных, которые сравнивали февраль 1917 года с августом 1991 года и все остальное, и говорили некоторые, что не только большевики, а только уже к концу 30-х годов удалось восстановить священное русское государство, преодолеть марксизм и так далее. Это выступление Бабудина. Почитайте, в последнем номере газеты «Правда» этот материал опубликован. И это говорят люди, которых большинство населения считает коммунистами. Позор я тоже считаю этим людям. А мы с вами пришли отметить 100-летие революции, и наш лозунг всегда был и будет «Да здравствует революция!» Ура! Субтитры сделал DimaTorzok